анемия это состояние которое характеризуется пониженным уровнем эритроцитов или концентрации гемоглобина в них следует помнить что существует помимо истинной анемии относительно анемия вызванная увеличением объема плазмы она характеризуется от сниженным количеством эритроцитом и сдержание гемоглобина при полном сохранении их общей массы анемии разнообразны по своему генезу часто имеешь имеют смешанный характер наиболее часто встречаются как я уже говорила железодефицитные анемии они составляют около 90 процентов всех от всех и ними менее распространенные анемии хронических заболеваний и более редкие это b12 фолиеводефицитная гемолитическая и а пластические анемии в большинстве случаев анемии не являются самостоятельной энзологической формой а являются проявлением основного заболевания всемирная организация здравоохранения разработала критерии для диагностики анемии в зависимости от пола возраста а также отдельно для категории беременной женщины и дети существует несколько классификаций анемии основанных на эти логических гематологических признаках но для практических целей чаще всего используется классификация анемии по патогенетическому принципу согласно этой классификации анемии подразделяются на три больших группы первая группа это анемии вследствие кровопотери сюда относятся острые хроническая постгемиологическая анемия вторая группа анемии обусловлены недостаточностью эритропоэза здесь гипохромная нормохромная гиперхромная анемия чуть позже мы подробнее поговорим о них и третья группа это гемолитические анемии гемолитические анемии они могут быть обусловлены в ней ретроцитарными факторами например иммунными или механическим повреждением эритроцитов могут быть обусловлены ретроцитарными факторами это гемоглобинопатии нарушение структуры мембраны эритроцитов также дефициты ферментов эритроцитов и отдельная группа это гемолитическая анемия обусловленная соматической мутации клеток предшественников мелопоэза. Для лабораторной диагностики используют различные методы. Основной – это клинический анализ крови с автоматизированным подсчетом ретроцитарных индексов, ретикулоцитов, также с морфологической оценкой мозга крови. При необходимости проводят пункцию костного мозга для оценки кроветворения. Следующий метод – биохимический анализ крови – позволяет определить параметры обмена железа, такие как сывороточное железо, ферритин, общая железосвязывающая способность сыворотки, трансферин, ЦРБ и другие. Иммунохимический анализ. И при необходимости для более редких форм используют дополнительные методы диагностики, такие как электрофорез гемоглобина и молекулярно-генетические методы. Разберем чуть подробнее ретроцитарный индекс в диагностике анемии. К ретроцитарным индексам относятся количество ретроцитов, концентрация гемоглобина, гематокрит, средний объем ретроцита, среднее содержание гемоглобина в ретроците, средняя концентрация гемоглобина в ретроците и ширина распределения ретроцитов по объему. Также отдельно оцениваются гистограммы распределения эритроцитов. На основании эритроцитарных индексов анемии классифицируются на три больших группы. Микроцитарная, гипохромная, нормоцитарная, нормохромная и макроцитарная, гипохромная. В основу этой классификации взяты эритроцитарные индексы. Это средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобиновой эритроцитии, средняя концентрация гемоглобиновой эритроцитии и показательный антистос, распределение ретроцитов по объему. Также определяются ретикулоцитарные параметры. В зависимости от оснащения лабораторий, какие анализаторы какого поколения, перечень этих ретикулоцитарных параметров будет разниться. Основные, конечно, это относительное и абсолютное количество ретикулоцитов. Индекс продукции ретикулоцитов, средний объем ретикулоцитов. Также более современные, они разделяют ретикулоциты на несколько фракций по степени зрелости. И такой показатель, как фракция незрелых ретикулоцитов, используется для диагностики как ранний маркер для оценки регенерации ретропоеза. Он является очень чувствительным при терапии препаратами железа, B12, фолиевой кислотой. Он более чувствительный, чем параметр количества ретикулоцитов, потому что его изменения можно наблюдать уже в течение нескольких часов, в то время как количество ретикулоцитов будет изменяться только на второй-третий день. Также можно судить об успешности проводимого лечения на основе этого индекса, на основе этого показателя. Если нет нарастания этого показателя, то можно говорить, что нет ответа костного мозга на лечение и о резистентности к данному препарату или неправильно подобранной дозе. Следующий, тоже более редкий, это показатель содержания гемоглобина в ретикулоците. Ретгемоглобин тоже является наиболее ранним чувствительным параметром железодефицитного ретропоэза по сравнению с ретроцитарными индексами, такие как среднее содержание гемоглобина и средняя концентрация гемоглобина в ретроците. Он более чувствительный, потому что он характеризует ретропоэз последних 5-7 дней, в то время как ретроцитарные индексы показывают картину ретропоэза последних 8-12 недель. Также этот показатель не зависит от воспаления, не будет изменяться, как, например, ферритин. Также часто его рекомендуют использовать для мониторинга успешности терапии железосодержащими препаратами, так как он будет изменяться уже на второй-третий день. Дельтагемоглобин – это расчетный показатель, он рассчитывается исходя из разницы содержания гемоглобина в ретикулоцитах и в ретроцитах. В норме он всегда положительный, отрицательные значения будут при воспалении и при анемии, особенно при анемии хронических заболеваний. Положительная динамика этого параметра используется для мониторинга терапии железом и эритропоэтином, то есть его нарастания. С помощью ретикулоцитарных параметров можно оценить скорость продукции ретропоэза, а также понять причины возникновения анемии, то есть это анемия вследствие нарушения эритропоэза или же вследствие кровопотери или гемольза. Также на основании показателей количества ретикулоцитов анемии по способности костного мозга к регенерации разделяются на регенераторное, гипорегенераторное, регенераторное и гиперегенераторное анемии. Следующий индекс – это индекс продукта ретикулоцитов. Это расчетный показатель. Он рассчитывается с учетом дней циркуляции ретикулоцитов в крови и гематокрита. Если нет анемии, ретикулоциты в костном мозге созревают 3,5 суток. При анемии они из костного мозга выходят в кровь раньше. В периферии оказываются незрелые ретикулоциты. При индексе продукции ретикулоцитов меньше 2 для нормоцитарных анемий, это будет говорить о низкой продукции, о гипопролиферативном характере этих анемий. Если индекс меньше 2 в макроцитарных или микроцитарных анемиях, то это говорит о неэффективном эритропоэзии. Индекс больше 3-5 в пренормоцитарных – это гемолиз или повышенная деструкция. Как я уже сказала, сегодняшний вебинар посвящен гипохромным микроцитарным анемиям. К этим анемиям относятся анемии, у которых ретроцитарные индексы, средний объем, среднее содержание гемоглобина, средняя концентрация гемоглобина в ретроците находятся ниже предельных значений. К таким анемиям относятся железодефицитная анемия, гетерозиготная таласемия, сидробластная анемия. Их необходимо уметь дифференцировать между собой. Мы поговорим о наиболее распространенной – это железодефицитная анемия. Железодефицитная анемия – это полиэтилогическое заболевание, возникновение которого связано с дефицитом железа в организме из-за нарушения его поступления, усвоения или повышенных потерь, характеризующихся микроцитозом и гипохромной анемией. ЖДА является одной из самых распространенных заболеваний в мире, занимает первое место по частоте встречаемости у женщин детородного возраста. Классическая же, да, проявляется как гипохромная микроцитарная анемия, но у многих пациентов в дебюте заболеваний она имеет нормохромный характер. Анемия чаще всего предшествует микроцитозу, а гипохромия уже появляется при прогрессировании железодефицитной анемии. Причины железодефицитной анемии различны. У женщин детородного возраста основными причинами являются обильные менструации, беременность, роды, лактации. Для женщин постменопаузии и мужчин основной причиной развития железодефицитной анемии являются хронические кровопотери из желудочно-кишечного тракта, приязвенные болезни, при геморрое, варикозном расширении вен пищевода, опухолях и других. Также кровопотери из мочеплылового тракта в результате из-за заболеваний почек, гемоглобинурии. Следующая причина – это недостаточное поступление с пищей при соблюдении вегетарианской или веганской диете. Повышенная потребность железа при быстром росте, особенно у детей, а также при беременности и лактации тоже являются причиной железодефицитной анемии. Нарушение всасывания железа и нарушение транспорта железа тоже частые причины железодефицитной анемии. Также у доноров крови, постоянно сдающих кровь, в течение многих лет может развиться железодефицитная анемия. Источники железа. Железо присутствует в продуктах питания в двух видах, входящее в составе гема и негемовое железо. Источниками гемового железа являются гемоглобин и миоглобин в составе продуктов животного происхождения, то есть это мясо животных и птицы. Особенность этого железа и его высокая биодоступность. Негемовое железо, оно представлено железом в трехфалитной форме, содержится в основном в продуктах растительного происхождения, овощи, фрукты, злаки. В основном пища содержится именно негемовое железо, около 90%. Его биодоступность ниже, чем гемового, то есть всасывается оно хуже. Также на всасывание могут влиять и другие препараты, продукты. Так, например, усиливают всасывание витамин С, а наоборот угнетают всасывание чай, кофе, антоцидные препараты. Сбалансированная диета содержит 10-20 мг железа, но всасывается при этом только около 10%. Железо распределено в организме следующим образом. Большая часть входит в состав эритрокариоцитов костного мозга и идет на образование гемоглобина. Также железозапасов – это ферритин, гемосидирин, тканевое или клеточное железо в составе миоглобина, железосодержащих ферментов и транспортное, связанное с белками плазмы. Прежде чем мы перейдем к лабораторной диагностике железодефицитной анемии, к показателям, которые используются, к их интерпретации, необходимо кратко вспомнить про обмен железа в целом. Первый этап обмена железа – это всасывание. Основное место всасывания – это тонкий кишечник. При дефиците железа зона всасывания расширяется до слизистой верхнего отдела подвздошной кишки, что усиливает его абсорбцию. В 12-перстной кишке происходит восстановление трехвалентного железа в двухвалентное с помощью витамин С, зависимой ферроредуктазы, щёточной каймы интероцита. Затем в свободное железо переносится через щёточную кайму пекальной мембраны интероцита с помощью специального переносчика – двухвалентного транспортера металла – дивалент металл-транспортер 1. Этот белок синтезируется только в криптах 12-перстной кишки, и его синтез регулируется запасами железа. При дефиците железа синтез будет повышаться. Для гемового железа используется другой транспортер – HCP1. Таким образом, гемовое и негемовое железо не конкурируют между собой. Затем перенос железа через базолатеральную мембрану осуществляется с помощью переносчика железа ферропортина. Он переносит железо через базолатеральную мембрану и окисляет железо обратно в трёхвалентную. В сосудистом русле железо соединяется с трансферином. Трансферин – это главный белок-переносчик железа в плазме крови. Он синтезируется в печени. Трансферин переносит железо из ЖКТ к ретроцитам и в тканевое ДПО, в основном печень, в селезёнке. В норме, в физиологических условиях, только 1 треть трансферина насыщена железа. При железодефиците содержание трансферина будет повышено. Из-за ограничений применения трансферина как параметра для диагностики следует отметить то, что он является отрицательным астрофазным белком, то есть его содержание будет падать при воспалении. Также он подвержен суточным колебаниям. Это также необходимо учитывать. Железо с трансферином поступает во все соматические клетки. Большинство клеток, в том числе эритрокариоциты, гипотоциты, содержат на мембране рецепторы к трансферину, необходимые для поступления железа к клетку. Трансфериновый рецептор связывается с трансферином, что позволяет железу освободиться и оказаться внутри клетки. Трансферин освобождается в кровоток. Рецептор возвращается на поверхность клетки. Часть рецепторов сбрасывается клеткой кровь, формируя растворимый рецептор, способный связать трансферин. Железо используется или депонируется в виде ферритина. Таким образом, чем больше внутри клетки будет железа, тем активнее образуется ферритин и менее выражено на мембране экспрессии рецепторов в трансферину. При сидеропении, наоборот, повышается экспрессия клеточных и растворимых трансфериновых рецепторов и снижается количество внутриклеточного ферритина. В эритроидных клетках большая часть железа освобождается из эндосом, переносится в митохондрию для синтеза гема. Следующий этап – депонирование. Основная форма депонирования железа – это ферритин и гемосидирин. Основным депо является печень, костный мозг, селезенка и мышцы. Ферритин – это внутриклеточный белок, депонирующий в нетоксичной форме железа. Он растворим в воде, поэтому является более доступной формой депонированного железа. Из-за ограничений использования его как показатель для диагностики является то, что он острофазный белок. Его концентрация будет повышаться при воспалении, поэтому необходимо измерять этот параметр совместно с цереактивным белком. Гемосидирин – это ферритин в макрофаге в аморфном состоянии. Он нерастворим в воде, поэтому находится в менее доступной форме и реже используется организмом в качестве запаса. Как правило, железодефицитная анемия – это не острое состояние, оно развивается постепенно. В каждом случае дефицита железа сначала предшествует истощению его запасов, то есть алтентный железодефицит. Затем уменьшается транспортное железо, снижается активность железа содержащих ферментов и в последнюю очередь нарушается синтез гемоглобина. Выделяют три формы железодефицитной анемии – предлатентный дефицит железа без анемии, латентный дефицит железа без анемии и железо и, собственно, железодефицитная анемия. Предлатентный и латентный дефицит железа возникает из-за снижения содержания депонированной и транспортного железа, но при сохраненном эритроцитарном пуле. При ЖДА истощаются все метаболические пулы железа. Предлатентный дефицит железа Это состояние, предшествующее дефициту железа, сопровождается повышенной асопцией в ЖКТ. Как правило, клинических проявлений нет. Картины периферической крови без изменений и также параметры обмена железа также будут находиться в пределах нормы. Латентный железодефицит – это состояние, характеризующееся истощением запаса железа в организме при нормальном уровне гемоглобина. Здесь с клинической стороны присоединяется уже седропинический синдром. Он будет характеризоваться сухостью кожи, ломкостью ногтей, утомляемостью, мышечной слабостью. Лабораторно мы видим снижение уровня эритина, сывороточного железа в крови. Трансферин – растворимый рецептор для трансферина, общая железосвязывающая способность будут повышены. Показатели красной крови, как правило, находятся в пределах нормы, так как синтез гемоглобина еще не нарушен. Железодефицитная анемия клинически к седропиническому синдрому будет присоединяться анемический синдром. В результате нарушения синтеза гемоглобина, недостаточной оксигенации, будет характеризоваться слабостью, головокружению, с сердцебиением, одышкой. И в зависимости от состояния эритропоэтической активности костного мозга выделяют две фазы железодефицитной анемии – регенераторная и гипорегенераторная. Регенераторная фаза характеризуется по эритроцитарным показателям. Обычно содержание эритроцитов, количество эритроцитов в пределах нормы. Видимо, некоторое снижение параметров гемоглобина, эритроцитарных индексов. Показатель энезоцитоза может быть повышен либо находиться в пределах нормы, если в крови присутствует гомогенная по размеру популяции эритроидных клеток, то есть одни микроциты. Ретиклоциты обычно в пределах нормы, но могут несколько быть повышены, если у пациента есть кровотечение. Редгемоглобин может быть уже на этом этапе несколько снижен. В биохимическом анализе крови мы видим низкий уровень железосыворотки, низкий уровень ферритина, насыщение трансферином железа. Уровень трансферина и общая железосвязочная способность будет повышен. Растворимый рецептор трансферина также будет повышаться. Но необходимо помнить, что, например, уровень сывороточного железа и коэффициент насыщения трансферина железом в типичных случаях, конечно, при ЖДА снижены, но могут быть и в пределах нормы. И поскольку пациент накануне принимал железосодержащие препараты, либо проводились ему трансфузии эритроцитарных масс, то есть это необходимо учитывать при оценке этих параметров. В морфологической картине крови мы видим анизоцитоз при обладании микроцитов, гипохромии эритроцитов. По мере нарушения гемоглобинизации параметры будут снижаться. Следующая стадия – это гипорегенераторная стадия. При предлительном течении железодефицитной анемии истощается пролиферативная активность костного мозга, возрастает неэффективный эритропоэс, что приводит к уменьшению числа миелокороцитов, к уменьшению числа эритроцитов, к еще большему снижению эритроцитарных индексов. В крови будут появляться клетки эритроциты крупного размера, поэтому анизоцитоз здесь уже будет смешанный. Ретикулоцитарные параметры также будут снижаться, что характеризует пониженную пролиферативную активность. В пиохимическом анализе крови снижение железосыворотки, ферритина, насыщение трансферином железа и повышение трансферина, общей железосвязывающей способности и растворимых рецепторов к трансферину. В морфологической картине крови, видимо, анизоцитоз смешанный, гипохромия, может быть полихроматофилия эритроцитов и покилоцитоз с наличием эволоцитов, мишеневидных эритроцитов. Костный мозг. Обычно пункция железодефицитной анемии не проводится. Она проводится в случаях, если наблюдается резистентная анемия к лечению, то есть нет ответа на терапию, либо если в крови есть другие цитопении, ликопении, тромбоцитопении. Как правило, в костном мозге каких-либо патологических признаков не определяется, клеточность нормальная или сниженная. Реже отмечается умеренная гиперплазия клеток красного ряда с преобладанием бозофильных и полихроматофильных ретробластов. И будет уменьшено уменьшение количества сидоробластов, эритроцитов, содержащих гранулы железа. Пример железодефицитной анемии, с которым мы встречались. У женщины 45 лет при прохождении ежегодной диспансеризации в клиническом анализе крови выявлено снижение уровня гемоглобина, эритроцитарных параметров, что соответствует гипохромной микроцитарной анемии. При микроскопии мозга также видим энезоцитоз преобладания макроцитов, гипохромии эритроцитов и покелоцитоз с эволоцитами. Число ретикулоцитов находится в пределах нормы. Есть некоторое снижение гемоглобина в ретикулоците, что нам подсказывает о железодефиците. Было проведено дополнительное биохимическое исследование параметров обмена железа. Здесь мы видим снижение железа, снижение коэффициента насыщения трансферином железа. Трансферин будет повышен. Ферритин находится в пределах нормы, но, обратите внимание на цирреактивный белок, он также повышен. Это говорит, что у пациентки есть воспаление, и в этом случае ферритин является не очень формативным параметром. Женщина была проконсультирована с гематологом и направлена на дополнительное обследование с целью выявления причины железодефицитной анемии и назначения соответствующей терапии. Следует помнить также, что гипохромная микроцитарная анемия это не всегда про железодефицитной анемии. Необходимо проводить дифференциальную диагностику с анемиохроническими заболеваниями, с таласемиями и сетеробластной анемией. Анемии хронических заболеваний это анемии, сопровождающие инфекционные, ревматические и онкологические заболевания. Они занимают второе место по распространенности после железодефицитной анемии. Принципиальное различие между ЖДА и анемиохронических заболеваний заключается в том, что при ЖДА мы наблюдаем абсолютный дефицит железа, то есть полное истощение всех запасов железа. А при анемии хронических заболеваний имеет место распределительный железодефицит, то есть запасы железа в организме еще есть. Чаще всего об анемии хронических заболеваниях следует думать, когда анемия развилась на фоне тяжелого заболевания, либо когда пероральная ферротерапия не приносит положительной динамики, то есть резистентно к препаратам железа. Патогенез развития анемии хронических заболеваний он мультифакторный, но можно выделить основные патофизиологические факторы. Сюда относятся влияние провоспалительных цитокинов, воздействие гепсидина, низкая продукция ретропоэтина, ингибиция ретропоэза и укорочение продолжительности жизни ретроцита. В настоящее время считается, что образование гепсидина является ключевым механизмом в развитии анемии хронических заболеваний. Гепсидин – это пептидный гормон, является регулятором концентрации железа в плазме и распределения его в организме. Синтезируется преимущественно в печени. Механизм действия гепсидина является он ингибирует всасывание железа в кишечнике, блокирует выход железа из макрофагов и блокирует транспорт железа через плаценту. Рассмотрим чуть подробнее механизм действия гепсидина в патогенезе анемии хронических заболеваний. При воспалительных инфекционных анкологических заболеваний индуцируются провоспалительные цитокины. Под воздействием провоспалительных цитокинов, в частности интерлекина-6, который является индуктором синтеза для гепсидина, происходит избыточный синтез гепсидина в печени. С тем гепсидин образует комплекс с транспортером железа, ферропартином, который транспортирует железо из клетки к плазменному трансферину. Происходит бакада железа, происходит накопление железа в макрофагах, энтероцитах, гепатоцитах. Нарушается передача железа в трансферину. Нарушение всасывания, мобилизация из депо нарушены. Эритроидные клетки по-прежнему продолжают использовать железо для своих нужд. Происходит быстрое истощение плазменного пула железа и возникает перераспределительный железодефицит. То есть в депо железа много, а в крови его мало. Так как нарушено связывание железа с трансферином, снижается доставка железа к эритрокариоцитам костного мозга, нарушается синтез гемоглобина, подавляется синтез гемоглобина и развивается анемия. Чем дольше гипоферемия, при продолжительной гипоферемии развивается железодефицит эритропоэцит в костном мозге. Другой механизм, провоспалительные цитокины, также подавляют синтез эритропоэтина почками, что также приводит к снижению синтеза гемоглобина. Если говорить про анемию онкологических больных, то здесь патогенез может быть достаточно сложен и связан как с непосредственным влиянием опухолевого процесса, так и опосредованно через цитотоксическое действие противоопухолевого лечения. Провоспалительные опухолевые цитокины или противоопухолевые лечения вызывают супрессию кроветворения и дифференцировки клеток предшественников эритроцитов в костном мозге, нарушают процесс синтеза эритропоэтина, процесс обмена железа. Железо также может быть нарушена выработка фактора Кастла, что приведет к дальнейшему к развитию В12-дефицитной анемии. И гемолиз у онкологических больных вследствие аутоиммунных реакций микроангиопатии также будет приводить к развитию анемии. Дифференциальная диагностика анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии основана на комплексном исследовании эритроцитарных параметров, параметров обмена железа, астрофазных белков, растворимых рецепторов к трансферину и гипсидина. Что мы видим в крови? Мы видим снижение числа эритроцитов, гемоглобина, параметры чаще находятся в пределах нормы, либо могут быть снижены. Ретиклоциты также в норме или снижены, это зависит от степени угнетения эритропоэза. Содержание железа в сыворотке снижено, ферритин в отличие от железодефицитной анемии будет повышаться либо находиться в пределах нормы. Мы говорили, это уже показатель запаса железа в организме. Трансферин будет снижен или находиться в нормальном значениях, и насыщение трансферином железа будет снижено. Конечно, для диагностики ЖДА и АХЗ дифференциальной диагностики хороший информативный параметр это растворимые рецепторы трансферина, гипсидин, но при ЖДА растворимые рецепторы трансферина будут повышаться, при нормах при анемии хронических заболеваний они будут оставаться в пределах нормы. Но этот показатель редко используется, так как является очень дорогостоящим и не все лаборатории могут его себе позволить. Также дополнительно для диагностики ЖДА и АХЗ используют определение гипсидина, при АХЗ он будет повышен, и определяют провоспорительные цитокины и астрофазные белки. В периферической крови мы видим анемию чаще всего нормохромную, нормоцитарную, но реже, но встречается эта анемия и имеет гипохромный характер. При пункции костного мозга в костном мозге нормальное или сниженное количество эритрокариоцитов, повышенное содержание сидробластов и макрофагов с гранулами сидерина, также возможно наличие эритрофагацитоза. Проводя дифференциальную диагностику между гипохромными и микроцитарными анемиями, наверное, стоит сказать, что не нужно забывать о редких, более редких формах анемии, которые тоже могут встречаться в практике. К ним относятся гемоглобинопатии и сидробластные анемии. Сегодня мы поговорим именно о сидробластных анемиях, а гемоглобинопатии будет посвящен следующий наш вебинар. Наверное, хочется сказать, чтобы более подробно поговорить об анемиях, связанных с нарушением синтеза парфирина, в двух словах вспомним биосинтез гема. Парфирина используется при синтезе гема почти во всех клетках организма, но в основном синтез происходит в клетках эритроидного ростка и в клетках печени. Также, как мы видим на схеме, каждый этап контролируется определенными ферментами. Начинается синтез гема в митохондриях, глициносукцинилкоэнзим Q10 с участием АЛК-синтеза образует альфа-аминоливолиновую кислоту. И, наверное, тут важно сказать, что коферментом АЛК-синтеза будет являться витамин В6 передоксин. Как мы видим на слайде, далее идет цепь преобразований и у нас образуется протопорфирин 9. И благодаря ферменту феррахилатазе он включает железо 2+, и, собственно, у нас образуется гем. Соединяясь с двумя альфа- и бета-цепями глобина, образуется гемоглобин. Соответственно, если у нас отсутствует недостаточность какого-либо фермента на вот этом этапе, у нас может блокироваться синтез гема на любом уровне. Итак, ну, хочется сказать, что развитие анемии при нарушении обмена парфиринов происходит соответственно из-за недостаточной или аномальной утилизации неправильной внутриклеточного железа при синтезе гемоглобина. Хотя в крови нормальное или повышенное содержание железа и в митохондриях эритроидных предшественников будет также нормальное или повышенное содержание железа. Все седробластные анемии делятся на наследственные и приобретенные анемии. Но и как при врожденных, так и при приобретенных анемиях патогенез в принципе будет один и тот же. То есть синтез гема не нарушается, так как железо не может встроиться в протопорфирин. Соответственно, не может встроиться состав протопорфирина. наследственные анемии встречаются преимущественно у мужчин и они сцеплены с хромосомой. Происходит мутация гена, кодирующая аминоливолинат синтазу, которая собственно и опять вернемся к этому же слайду, кодирует АЛК синтазу, которая собственно образует аминоливолиновую кислоту. соответственно у нас опять же нарушается образование протопорфирина, который связывает железо в организме и нарушается обмен железа. Железо накапливается в тканях и от того в каких тканях будет накапливаться железо у нас будет изменяться клиническая картина. Соответственно если железо накапливается в печени это будет приводить к циррозу, если железо будет накапливаться в поджелудочной железе к сахарному диабету и так далее. В свою очередь нарушение синтеза парфиринов приводит к изменению ряда лабораторных показателей. Как мы видим в периферической крови у нас будет гипохромная микроцитарная анемия, выраженная анизоцитоз, покелоцитоз, могут встречаться единичные мишневидные эритроциты. В сыворотке крови будет повышен ферритин, железо, насыщение трансферина железом, потому что железа в принципе в организме у нас много. В костном мозге у нас наблюдается гиперплазия ретроидного ростка, то есть увеличение процента и бозофильных, и полихроматофильных нормобластов, но в то же время будет снижен процент оксифильных нормобластов. И при определенной окраске мы сможем увидеть кольцевидные сидробласты, то есть это как бы ядра содержащие нормобласты, которые при окраске будут содержать гранулы негемоглобинового железа в виде ферритина или гемосидрина. И соответственно, хочется сказать, что про вот эту наследственную немию, каждый третий случай подается лечению передоксином, а передоксин является коферментом АЛК-синтаза, как мы говорили ранее. К приобретенным сидробластным анемиям в первую очередь, конечно, относится анемия при отравлении свинцом, но также такие анемии могут возникать при приеме различных лекарственных препаратов, при приеме больших доз алкоголя. Например, может возникнуть анемия от приема противотуберкулезных препаратов, например, изонеазида. То есть изонеазид он образует неактивное соединение с передоксином, ну то есть мы говорили ранее коферментом АЛК-синтаза, и, собственно, это соединение будет выводиться с мочой, а передоксина в организме будет очень мало. Соответственно, будет развиваться сидробластная анемия. Свинец подавляет активность двух ферментов, необходимых для синтеза гема, аминоливолинат дегидратазу и феррохилотазу. Феррохилотаза как раз-таки помогает, старается железу в гем. Соответственно, у нас нарушается включение железа в молекулу протопорфирина, опять увеличивается содержание железа в организме и в крови. И что же мы будем наблюдать? В периферической крови, опять же, гипохромная микроцитарная анемия, анизоцитоз, покелоцитоз, также смешневидными небольшим количеством эритроцитов, но здесь патогомонично также будет очень много эритроцитов с бозофильной пунктацией. И резкое увеличение сидробластов в костном мозге. В сыворотке крови будет увеличено также железо, ферритин и насыщение трансферина железом тоже будет высоко. Вернемся, опять же, к предыдущему слайду. Так как так, извините, так как железо будет воздействовать именно на феррохилотазу, то синтез, в принципе, биосинтез гема у нас происходит до именно вот этого момента. Поэтому в моче будет большое количество альфа-аминоливолиновой кислоты и копропорфирина. Соответственно, благодаря вот этому показателю мы можем именно дифференцировать сидробластные анемии между друг другом. Ну и пару слов, наверное, надо сказать, что свинец в принципе является политропным ядом, и будет определенно клиническая картина, воздействие на нервную систему, нейросатурнизм и свинцовые колики. Поэтому, да, в сочетании с клинической картиной и данными лабораторной диагностики можно выставить определенный диагноз. Наверное, стоит сказать, что на этом сегодняшний наш вебинар заканчивается. в следующий раз мы продолжим разговор о гипохромных микроцитарных анемиях. В первую очередь мы поговорим о гемоглобина потих, о телосемии и ждем вас снова. Большое спасибо вам за внимание. Продолжение следует...